Ребят писался сериал. Изначально под этих ребят писался. То есть никаких кастингов не проводилось? Никто не мог занять место по поводу, по поводу, по поводу? Ну ты знаешь, изначально рассматривался вариант. Минус, я зайду еще раньше на этот вопрос. Минус КВНа в том, что там участвуют непрофессиональные актеры. И вот этот минус мы постарались скрыть. У нас было наличие двух сильных ребят, которые и по актерски, и по харизме, по умению продавливать юмором, они были способны на то, чтобы раскачать аудиторию перед экраном. Но когда мы столкнулись с тем, что начали набирать туда еще КВНщиков, то это выглядело плохо. И изначально Светлаков и Галустян, они были в наличии, и проект писался под них. Но успех, в принципе, именно был еще и в том, что мы этих ребят обложили актерами настоящими, которые наполняют кадр и не просаживают картинку сбоку. То есть ты когда смотришь, вроде все нормально, отлично. А когда ты смотришь, полностью в скетч-коме принимают участие КВНщики, то это видно, что уже немножко не то. То есть не то, что нужно сейчас современному телевидению. Ну вот по примеру, скетч-кома даешь молодежь на СТС, там все, кто участвует в скетч-коме, проходили кастинг актеровский. Даже известные КВНщики, там, как Аслан, Мишка и Андрей, они все-таки участвовали в участии. Он очень опасен для передачи. То есть все равно надо оставаться с холодной головой и понимать, что тебе нужно. То есть, да, ты с чуваком классно общаешься, и он красавчик, да? Но в кадре он никакой, он не нужен. То есть, соответственно, приходится делать этот выбор. Мы это прекрасно видели. Вот в таком помещении мы снимали, там, начали снимать несколько скетчей, там, депутаты, еще какие-то скетчи, которые изначально появились. И мы делали пробные съемки, которые снимали просто с локтя, да, а потом относили на ТНТ, и они смотрели, кто это, это круто или нет. То есть, когда там присутствовали Сережа, Миша и остальные ковальщики, это не было круто. Вот и все. Интересно. Ну, ты понимаешь, да, что формат для актера очень сложный, как-то наша Раша. Ну, то есть, вот мы столкнулись с этим, когда стали делать одно за всех. Когда на одной трисе висят все роли, и любой человек, это же живой организм, может сдать просто. Бывали ли такие случаи, вот два КВНщика, не актера, встают в роль комедийных актеров, которым нужно отыграть все, что есть? Ну, бывали, конечно, но, опять же, плюс в чем КВН, то, что он дает общей массой людей, которые вышли оттуда, естественно, невозможно пользоваться всей, всей палитрой, но точечных людей он дает. Например, Миша Галустян, который выступал в успешной команде «Утомленные солнцем», и у которых были дикие гастрольные графики, то есть из серии они уезжали на три месяца, и за три месяца у них было 80 концертов в разных городах. Плюс к этому были дополнительные концерты, которые, ну, знаешь, в Новосибирске у них было 4 концерта один раз, и плюс корпоратив в клубе. То есть это очень большие объемы, и к моменту создания нашей «Раши» и Сережа, и Миша Галустян, они были готовы к этому. И хотя мы придумывали специально такие персонажи, таких персонажей, которые разводили специально. То есть Светлаков делает телезрителя, Галустян делает Жорика Вартанова, один отдыхает, другой работает. То есть специально придумывали. Съемочная смена разводится. Да, разводится. Расскажи, пожалуйста, как происходит пункт съемочная наша «Раши», сколько заряжается дней съемочных, для того, чтобы снять, например, сезон или полсезона? Как вообще снимает «Канки Хлопродакшен»? Ну, сезон снимается, если это 20 серий. То есть это просто говорится о выработке. То есть поминутной выработке. Сколько выработка? В принципе, у нас выработка была порядка 12-15 минут. Давайте расскажу, ребята, что такое выработка, понимаете ли вы? Это когда в день, в 12 часов идет съемки, с 8 утра до 8 вечера, допустим. И вот за это количество времени материал, который может быть смонтирован и пойти в эфир, его всего 15 минут выработка. Это что касается сложных скетчей. А если это простые скетчи, типа, опять же, телезрителя, когда камеру поставил, он просто сидит, болтает там, да? То это уже повышается в количестве. То есть в среднем мы где-то 20 серий снимали за 35 дней. 35 съемочных смен, правильно? То есть с выходными это полтора месяца в большинстве? Ну, приблизительно, да. Два актера в основном. Просто хочу донести момент технологии производства. Любой скетчком, как даешь молодежь, одна за всех и наша раша, снимается определенное количество съемочных смен. То есть 30-35 это вот то, что закладывается для съемки целого сезона, 20 серий, например. Так вот каждый день в 8 утра приезжает съемочная группа, устанавливает аппаратуру, свет. В 10 подъезжают актеры, как правило, потому что много времени занимает установка света, регулировка. И вот с 10 утра до 8 вечера, зачастую дольше, если нужно что-то быстро заснять, идет постоянная беспрерывная съемка. При этом, если надо переставить кадр, да, 2-3 часа тратится на то, чтобы переставить свет, камеры. И вот весь этот день выработка 15 минут. Поверьте, ребята, это много. Насколько я знаю, сериал «Интерны» снимается с меньшей выработкой, потому что там используются серьезные технологии при съемке. Мы об этом, в частности, поговорим еще. У нас будет гость по «Интернам». Но вот, чтобы вы понимали, как происходит съемка «Наш Раш». Я предлагаю посмотреть на наш фрагмент, перевести дух. Вы готовьте свои вопросы, если у вас что-то очень глубоко интересует технологии производства. Лешка тоже переведет дух. В подвале которого игровые автоматы. А это не лучший. Сори, парламент. Что это, нахуй? Ну что это, нахуй, такое? Что было?